Всем привет, ребят! Сегодня мы будем смотреть тест от Гоши Плей. Он называется «Кто вы по Мел Плейграунд?». Ну а теперь мы начинаем. А вы не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем привет, ребята! С вами Гоша. Короче, в этом видео я сделаю тест «Кто вы по Мел Плейграунд?». Так что, поехали! Итак, тест этот будет заключаться в том, что, ну короче, я буду отвечать вам всё, но вы в комментариях напишите, правильно это или нет. Ну просто я не знаю. Смотрите, вы напишите в комментариях, но если он здесь будет говорить правильный ответ, то нет. Ну так, можете написать пару идей для ролика. Ну а мы продолжаем! Первый вопрос. Какого персонажа добавили в Мел Плейграунд первого? Арбуза, тыкву, кукурузу, яблоко. На ответ у вас... Ну, всем понятно, что всегда был на превьюшке Мел, ну может не всегда, но я не знаю, но точно знаю, что если здесь арбуз, тыква, кукуруза, яблоко, то яблоко 100% не добавляли, кукурузу тоже, тыкву, ну 100% тоже нет. Так что арбуз, конечно, но мы продолжаем. Дается 10 секунд. Правильный ответ. Арбуза. Второй вопрос. Сколько всего карт в Мел Плейграунд? 4, 6, 9, 8. Ну, поначалу я подумала, что 8, но потом вспомнила, что все-таки делать. Так что никогда не забывайте, не 8, а 9 карт. Тоже иногда так подшипело у меня. Правильный ответ. 9. Третий вопрос. В каком году вышел Мел Плейграунд? В 2019, в 2020, в 2021, в 2022. Ну, смотрите. В 2019 он 100% не вышел, в 2020 тоже, потому что тогда был Пепл Плейграунд. А в 2022 уже вышел, ой, в 2021, да, вышел Мел Плейграунд. А в 2022 Мел Плейграунд уже был прежний, только там не было некоторых вещей. Ну, немножко не было, такая оптимизированная. Но все-таки можно было уже играть по-нормальному. Так что ответ 2021. Правильный ответ в 2021. Четвертый вопрос. Что будет, если Мелон упадет с большой высоты в воду? Он умрет. Ничего не будет. Он захлебнется. Он утонет. Ну, сначала я подумал, что он умрет. Потом ничего не будет. Но все-таки я решил, что все-таки ответ правильно ничего не будет. Потому что он утонет. Ну, как бы он. Это Мел Плейграунд. Захлебнется. Это тоже Мел Плейграунд. Так что эти два варианта 100% отпадают. Так вот. Так что разумный ответ будет. Конечно же. Ничего не будет. Давайте продолжаем. Правильный ответ. Ничего не будет. Пятый вопрос. Что будет, если перед арбузом поставить огнемет и огнетушитель и одновременно включить? Загорится. Заморозится. Ничего не будет. Упадет. Ну, два варианта. Загорится. Заморозится. 100% отпадает. Потому что там сразу и огнемет и огнетушитель. Так что они отпадают. Упадет. Поначалу, да, было такое. Потому что Мел Плейграунд в некоторые разы он падает просто и там горит или... Ну вот. Но потом, потому что он горит одновременно и одновременно еще... Ну, короче, тушится. Так что разумный ответ. Ничего не будет. Правильный ответ. Ничего не будет. Шестой вопрос. Как называется команда разработчика Мел Плейграунд? Мелан Студио, 72 Студио, 27 Студио, Студио 27. Точно я знаю, что их студия связана с 20... Точнее, с числом 27. Так вот. Ну, тут либо Студио 27, либо 27 Студио. Но при этом я недавно заходил. Прям сегодня или вчера. Смотреть обновление. Вышли ли обновление или нет. Ну, я ничего не нашел. Но зато посмотрел, что есть 27 Студио. Так что ответ 27 Студио. Правильный ответ 27 Студио. Седьмой вопрос. Как переводится Мел Плейграунд? Арбузная площадка. Дынная площадка. Площадка. Обычная площадка. Ну, смотрите. Поначалу я думал, что Мелан это арбуз. Но потом это оказалось дыня. Недавно я смотрел видос про то, что оказывается это дыня. Ну вот. А Плейграунд я хорошо. Ну, конечно, не отлично. Но я хоть и изучаю английский хорошо, я хоть не отличник, но хорошист. Так что знаю, что Плейграунд – это площадка. Так что правильный перевод – это дынная площадка. Правильный ответ – дынная площадка. Восьмой вопрос. Что делает желтый шприц в Мел Плейграунд? Оживляет, спасает от огня, спасает от воды, делает бессмертным. Ну, оживляет. Оживляет зеленый, называется Реген. Делает бессмертным черный. Я не помню уж как он называется. Спасает от огня. От огня спасает желтый шприц. А вот от воды спасает синий шприц. Так что правильный ответ – желтый шприц спасает от огня. Правильный ответ спасает от огня. Девятый вопрос. В каком обновлении добавили персонажа яблоко? В обновлении 10.0. В обновлении 8.0. В обновлении 7.0. В обновлении 9.0. Ну, смотрите, я вот, да, конечно, на этот вопрос не знаю ответа, потому что, если честно, я не такой уолт. Начал прожать в милом только в 2021 году. А завел этот аккаунт, ну, в этом году, 17 февраля. Ну, у меня уже был аккаунт, но его удалили. Так что, ну, я не знаю, конечно, точно или не точно, либо 10, либо 9, но это, по-моему, мне не... Ну, допустим, в седьмом обновлении. Даже не то, что я сказала. Правильный ответ в обновлении 8.0. Здесь уже все знают, что как 8, как 7, как 6 может выпасть из подарка. Только одно, максимум, в принципе, изо всех по одному выпадает. Так что, правильный ответ. Из подарка выпадает одна игрушка. Правильный ответ 8. Если вы ответили на 1-3 вопроса, значит, вы новичок в Мэл Плейгрант. А если вы ответили на 4-7 вопросов, значит, вы обычный игрок. А если вы ответили на 8-10 вопросов, значит, вы про в Мэл Плейгрант. Ну, а на этом все, ребята. С вами был, как всегда, Гоша. В этом видео я сделал тест, кто вы по Мэл Плейгрант. Пишите, кто вы по Мэл Плейгрант. Всем пока. Ну, и так вот. Я с вами тоже прощаюсь. Подписывайтесь на канал и поставьте лайк. А в комментариях напишите. Новичок, обычный игрок или про вы. Ну, а так же под комментарием, который я оставлю закрепленным. Напишите, кто я. Обычный игрок, новичок или про. Ну, а так же проверьте себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...